Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением. Он отчитался о работе регионального правительства и обозначил основные задачи по развитию Подмосковья. Какие перемены ждут жителей одного из самых крупных регионов страны, расскажет Луиза Егезарян. Экономика, здравоохранение, образование, транспорт и дороги – это лишь малая часть тем, которые затронул в своем выступлении Андрей Воробьев. В каждой сфере жителей Подмосковья ждут положительные изменения. Перед тем, как приступить к отчету, глава региона подвел итоги опроса, какие перемены люди уже заметили в своем городе и на что властям стоит обратить внимание. В опросе приняли участие 169 тысяч человек. Вот какие перемены стоят у нас в топе лидеры. Первое – это дороги. Второе – это благоустройство. И очень важно, что также отмечают изменения к лучшему в медицине и общественном транспорте. Меньше признаем это в ЖКХ. Глав традиционно я прошу включиться, изучив информацию по каждой территории и взять ее в работу. Это добрая традиция, когда в каждой территории глава муниципалитета, соответственно, выступает перед жителями, уже детализировано рассказывает о том, что именно будет меняться в той или иной территории. В городском округе Люберцы динамично развивается дорожная отрасль. В муниципалитете реализуются сразу два масштабных проекта – реконструкция Октябрьского проспекта и трассы М5 «Урал». В приоритете – ремонт дорог и строительство новых объектов. Большая работа проводится по модернизации коммунального комплекса и развитию социальной сферы. Это очень большой блок. В Люберцах строится огромное количество новых мест для детей в дошкольных учреждениях и в школах. И мы открывать будем и в этом году новые школы. В следующем году и закладываем строительство уже на 2024-2025 годы. Также ведется активное строительство в блоке здравоохранения. Это поликлиники, новые медицинские учреждения закладываются. Андрей Юрьевич этому вопросам здравоохранения уделил больше всего времени. Поэтому, если мы приступим к Люберцам, то понятно, что я могу точно сказать, что за последние, ну точно лет 10, с точки зрения вложения, финансирования в здравоохранение, мы находимся в первых строчках в Московской области. Мы уходим в тройку. Особое внимание губернатор Московской области уделил вопросам поддержки семей участников СВО. Он подчеркнул, что в регионе делают все возможное, чтобы военнослужащие, их близкие, чувствовали себя комфортно. Губернатор дал понять, что семьи участников СВО не останутся без поддержки. По решению нашего президента начинает работать государственный фонд поддержки воинов Отечества, в том числе, членов их семей. С 1 июля в Подмосковье проиндексируют зарплаты медиков, соцработников и работников культуры. Изменения коснутся 110 тысяч человек. Уровень их доходов увеличится от 5 до 12 тысяч рублей. А руководители, преподаватели и мастера 10 лучших колледжей региона получат губернаторские доплаты – от 5 до 53 тысяч рублей. На эти выплаты могут рассчитывать и педагоги детских школ искусств. Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна сильнее. Вместе мы сила! Спасибо!